Доброе утро! В студии Олег Богданов. Мы начинаем наш обзор. Естественно, начнем с общей ситуации на рынке. Она достаточно любопытна. Утром в пятницу американский доллар, если мы говорим об основных валютах, он продолжил вечернее движение, он укреплялся. И индекс доллара находится снова на отметке вблизи 90 пунктов. Очень любопытная здесь ситуация. Заключается она в следующем. Индекс доллара никак не может пробить, если мы говорим о главной тенденции, она все-таки для доллара была вниз, уровень 89 пунктов. То есть, бывали чуть ниже, но потом сразу рынок возвращался. То есть, вот этот коридор очень жесткий. Сверху это 90, будем считать, 90 пунктов и 6 десятых. Снизу 89 пунктов. Он остается и сохраняется. Очень тяжело доллар идет ниже 89,50. Вообще, на этом значении 89,50 по индексу доллар находился очень долгое время. Практически сутки рынок стоял на этом значении. Евро выше уровня 1,24 никак не идет. Держался и фунт на уровне 1,42, там чуть-чуть ниже, чуть выше. Ну и, собственно, покатились только вчера. То есть, не удалось пройти это значение, прорвать. И американский доллар начал отыгрывать позиции. Но главное движение было в британском фунте, как вы понимаете. Связано оно с теми негативными данными, которые выходили последние дни. И розничные продажи, и данные по инфляции, особенно по инфляции, оказались гораздо ниже прогнозов. И вот это спровоцировало руководство Банка Англии в лице Карни, который сказал, что озабочен вышедшей статистикой. Ну а это интерпретировали как, скорее всего, то, что в руководстве Банка Англии нет желания дальше повышать процентную ставку. Естественно, фунт упал. Упал от 42, ну практически вот сейчас уровень 1,40-49. С технической точки зрения картинка для фунта вырисовалась коррекционная. Поэтому уровень 1,40 поддержка. Ну, вы видите, как это все произошло. Достаточно интенсивно и быстро фунт вчера завалился от 1,42. Но вот знаете, что я отмечу? Я отмечу некоторую устойчивость британской валюты, которая вот держался, стойко, ну, 42 держали, несмотря на все плохие данные. То есть вот это значение, оно, вот этот коридор сохранялся. И только Марк Карни обрушил, Марк Карни обрушил эту историю до почти уровня 1,40. Ну, дальше поддержка где-то в районе 1,40 она и есть. Да, вот она основная на текущий момент при пробитии этого значения. Актуальными становятся уровни в районе 1,38. Ну, вот минимально 1,3750, 1,38. Ну, пока 1,40 поддержка, 1,38. И, естественно, отодвигается тогда общая история снижения американского доллара, который, ну, каждое утро мы наблюдали эту картину, когда евро пытался штурмовать в уровне 1,24. Это было вчера, это было и позавчера. Но слабые макроэкономические данные в Европе не дают это сделать. Данные постоянно выходят по инфляции и опережающие индикаторы. Все эти цифры оказываются хуже прогноза. Инфляция процентный 0,3 в еврозоне, что тоже может заставить Марио Драги в какой-то момент выступить и сказать, что необходимо продолжать стимулирующую политику монетарную Европейского Центробанка. И это негативно, естественно, влияет на единую европейскую валюту. Ну, да, и все другие валюты, естественно, тоже начали слабеть к доллару. Это относится и к канадскому доллару 1,2660. Здесь данные были не очень хорошие последние. И решение последнее канадское по ставке с комментарием тоже негативно отразились на канадской валюте. И австралийский доллар просел. Ну, то есть, весь спектр валют основных и валюты emerging markets основных начал немного сдавать позиции по отношению к американскому доллару. Это вот тенденция последних буквально нескольких дней. Рубль российский. Ну, вы видите, сегодня торги начались. 61,24 тоже рубль сдают. Если мы возьмем часовой график, то видно, что рубль просел немного. 61,24. Но здесь нам не помогает ни высокая нефть, ни высокая доходность. Аукционы, которые проходили на этой неделе, неоднозначно. Первый аукцион прошел хорошо, который Минфин проводил. Минфин решился на размещение облигаций федерального займа. Во-первых, на аукционе спрос был в три раза выше предложения. А вот второй из 10,3 разместили. Спрос всего лишь 6 миллиардов рублей. Ну, говорит о том, что рынок находится в стрессовом состоянии, продолжает находиться в стрессовом состоянии. И главный фактор, который всегда, так сказать, двигал нашими активами позиции нерезидентов, она сейчас очень и очень сложная. То есть, нерезиденты в основной своей массе хотят выйти из нашего рынка. Это видно даже по российскому рублю. При нефти, извините, 74 доллара за баррель, который мы наблюдали вчера, сейчас пониже 73,67. Но все равно запредельные уровни цен на нефть. При такой нефти, ну, просто умножьте на 3 тысячи, да, 70 на 3 тысячи. И можно прочитать, каким должен быть российский рубль, исходя из требований российского бюджета. То есть, даже ниже 40. Вот такая ситуация. В рублях нефть 4,500. Невиданные цены, рекордные цены. То есть, если мы возьмем котировку российского рубля и степень ее девальвации к нефти, то вот от искомого значения 3,300, 3,200, да, за 3,200 за бочку, за баррель, рубль девальвировался уже где-то на 40%, даже больше, по отношению к нефти. Вот где основная девальвация. Вот это очень любопытный момент. Это говорит о том, что котировки российского рубля целиком и полностью зависят от притоков и оттоков денежных средств, которые вводят сюда инвесторы или, будем назовем так, нерезиденты. То есть, от нас с вами и от нашей макроэкономической стабильности, ну, наверное, конечно, зависит эта ситуация, но в большей степени мы зависим, так сказать, от желаний, вот и от эмоций, и от, естественно, настроений западных инвесторов, которые, ну, не только западных, но, естественно, тех денег, которые приходят сюда со стороны наших основных экспортных компаний. Но здесь есть еще один фактор, который играет против российского рубля. Если начинает закрывать фондирование в долларах, ну, как это сделали русалы, вообще все операции для наших компаний, сегодня русал, завтра может быть норникель. Кстати, вот эта спекуляция по поводу норникеля поднимали цены на базовый металл очень серьезно. В Лондоне там в моменте на 11% он позавчера поднимался, также и с алюминием, вот, соответственно, и серебро подтягивалось из-за этого вверх. Ну, вот, а если отрезают фондирование в долларах, то и выручки не будут долларовые. Поэтому достаточно сложная проблема. И теперь курсообразования российской валюты по отношению к американскому доллару, прежде всего, это вопрос такой уже совсем не рыночный характер он носит. И вопрос открытый. И прогнозировать, где может быть курс российского рубля, очень сложно в текущей обстановке, потому что все зависит от политической воли руководства российского, американского, от степени конфронтационности. Если конфронтация будет нарастать, а вот здесь четкий вывод сделать нельзя, будет она нарастать, потому что Трамп непредсказуемый, сегодня обнимается он, завтра он ракеты посылает, сегодня он говорит, что Российская Федерация идет не по тому пути, а тут же мы сегодня узнаем, что приглашение Путина в Вашингтон получает, как это все трактовать. Ну, это, наверное, не нашего умодела, потому что очень сложно с этим всем разобраться. Но инвесторы видят одно, видят, что в случае ухудшения ситуации, представить, что ситуация может улучшиться, это значит, надо представить, что у нас изменится в Российской Федерации внешняя политика, что сложно в текущей ситуации, практически невозможно. Поэтому, скорее всего, она будет развиваться в рамках того тренда, который сложился за последние, мы будем так говорить, лет 10. А тренд это не очень хороший. И, соответственно, в рамках этого тренда, опция, которая есть у американцев, они видны. Уже на примере Русала это все продемонстрировано. Дальше просто можно моделировать эту комбинацию достаточно, ну, так сказать, будем говорить, остро по отношению к другим российским крупным компаниям. И она, то есть, картинка после такой модели открывается совсем печальная. Поэтому у них выхода нету никакого, кроме одного двери, а, так сказать, небольшое окошко, которое есть на Запад, они пытаются продать активы российские и выйти, так сказать, в спокойную гавань. Пока ситуация этого позволяет. Если бы еще цена на есть падала, да, и там рынки западные рушились, то им бы сделать это было сложнее. Сейчас это они делают в более спокойном режиме. Поэтому мы увидели, конечно, всплески и скачки курса российского рубля до 65. Но это все быстро из-за того, что внешние факторы пока нам благоприятствуют, вернее, им благоприятствуют для выхода. Вот эта ситуация пока развивается тихо. Но если все сойдется негативно, то курсы могут скакать очень быстро российского рубля в этом отношении. Центральный банк пока, так сказать, развернется в сторону рынка, пока операции РИПО начнут, а тем более Минфину. Для Минфина они снова начали покупать. Так что здесь я бы ждал каких-то обострений и скачков. Ну, 65 уже показали. Да, вот скачки куда-то в зону 70, наверное. Но это в случае обострения. Так все, конечно, с макроэкономической точки зрения, с фундаментальной у нас все в порядке. Но на это внимание сейчас никто не обращает. Теперь давайте еще раз посмотрим на рынок, что там происходит. Ну, фунт давят, это понятно. После заявления Карни тут им ничего не остается. И с технической точки зрения, как я уже сказал, картинка неблагоприятная. Евро стоит в диапазоне, ничего не случилось. Но вроде бы уже был близок к похоронному маршу американский доллар. Но снова марш похоронный по другим начал играть. Доллар вроде бы стабилизировался. Но, однако, вот вся эта история санкционная и с перекрытием каналов крупным частным компаниям, она, конечно, играет не в пользу Соединенных Штатов. И главное, что негативное для американцев, вот какой тренд негативный у них развивается, главный негативный тренд, это, конечно, рынки облигаций. Вы посмотрите, вот как за прошлую неделю мы, вот я, насколько помню, двухлетние жили в диапазоне 2.30-2.32. Плюс 10 базисных пунктов уже по двухлетним облигациям. Спред, то есть, вот этот вот подъем ближнего конца, он продолжается кривой. И кто-то, по-моему, ФРС вчера сказал, что буквально через полгода начнется инверсия на этом рынке. Эта ситуация очень опасная, она фундаментально опасная для американских активов, ну и, соответственно, опасная для того же американского доллара. Да, доходность высокая, постепенно туда ныряют, но это может иметь очень такие неприятные последствия для того же американского доллара. И связано это будет прежде всего с тем, что вот огромный поток средств, которые держат нерезиденты в американских казначейских облигациях, это 6 триллионов долларов, он начнет постепенно с этого рынка уходить, разворачиваться. Это большая головная боль будет для американского Центробанка, с одной стороны. И слабеющий, допустим, доллар поднимает инфляционные тенденции, поднимает инфляцию в США, несмотря на слабую потребительскую активность. Это очень негативный фактор, потому что растут импортные цены. Это не дает им основания снижать и как-то манипулировать монетарную политику. Они продолжают идти в контексте ужесточения монетарной политики, что еще больше раскручивает ситуацию. Если начнутся проблемы на рынке казначейского долга в США, поднимание, поднятие доходности по ближним облигациям означает повышение доходности по различного рода кредитам и потечным, и потребительским, коротких кредитов и средних кредитов в средней срочности. Это тоже отражается негативно для потребителей. И эту ситуацию просто так решить невозможно. Если эта тенденция будет развиваться, это будет носить крайне негативный характер для рынка акций в Соединенных Штатах, для рынка активов глобального, ну и, соответственно, для того же американского доллара, если начнут от него уходить постепенно. Вопрос только куда? И во что? Можно в сырье, можно в евро, но вот с учетом того, что бакроэкономическая ситуация в Европе достаточно слабая, вопрос куда убегать от американского доллара, он, наверное, сейчас самый главный, актуальный и открытый остается, потому что решения простого, наверное, нет. Вот я предлагаю эту тему обсудить более подробно в 16.15 во время нашего прямого эфира. Задавайте вопросы в чате канала YouTube. На этом все. С вами был Олег Богданов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова